Шутка про поездку в Тулу со своим самоваром это банально, поэтому поедем мы не в Тулу, а в Тульскую область и не на чем-нибудь, а на Хавейле Джолион. Поводом наведаться на тульский завод Хавейла послужил сам Джолион. Дебютант этого года и самый доступный для нас кроссовер китайской марки быстро выбился в лидеры продаж и расходится по 700-800 экземпляров в месяц. Отзывы хорошие, потому что машина хороша. Это автомобиль с высоким уровнем характеристик, инноваций и технологий. Я бы сказал, по доступной цене. С января по сентябрь Хавейл продал в России 25 с лишним тысяч машин. Это более чем в два раза больше, чем за три квартала прошлого года. Причем почти все свои автомобили Хавейл выпустил под Тулой. Кстати, не ошиблись ли мы, сказав, что Джолион был пятой моделью? Казалось бы, их четыре. Есть еще F7, F7X и рамный H9. Но нет, на конвейере задержался заслуженный конкурент Патриота – Хавейл H5. Об отправке его на пенсию мы сообщали весной, но китайцы вдруг прислали еще партию машинокомплектов. И последние экземпляры собираются только сейчас. Мы решили остановить H5, потому что это довольно старая машина на рынке. Однако мы отметили успех этой модели на российском рынке и сделали выводы. Очень скоро мы представим новый продукт, который, вероятно, займет эту нишу. Локализация тульских машин невелика. Кузовное производство пока использует китайскую сталь и штампует только 22 детали на все модели. Многие кузовные части по-прежнему импортируются. Кстати, полностью роботизирована только сварка кроссоверов F7, а рамные H9 варят полуавтоматическими клещами. Однако красочный цех работает по полной программе. Постепенно осваиваются и детали интерьера. А главное – строится завод двигателей. Выпускать дизели мы не планируем и сосредоточимся на бензиновых моторах. Разумеется, это будет двигатель, который покроет львиную долю нашего модельного ряда. Я смогу назвать его позже, но это не будет большим сюрпризом. Моторный завод заработает в следующем году. Загрузка тульского завода стабильно растет. 1 сентября тут впервые ввели двухсменный график. За день собирают 200 машин, а к концу октября должно быть 300. Когда речь заходит о тульском заводе Хавейла, журналисты часто шутят. Ведь большое предприятие загружено едва ли на треть. Но давайте отмотаем время назад. В 2013 году марка Хавейл в принципе только появилась. И уже через два года китайцы твердо решили строить завод в России. Согласитесь, это больше похоже на стратегию, чем на случайность. И сейчас китайцы заявляют планы стать главным кроссоверным и внедорожным брендом в России. Согласитесь, за такой историей интересно последить. Редактор субтитров А.Семкин